Я помню, я помню, когда начал еще в Украине 12-14 лет тогда приближаться к Торе, к Всевышнему, к народу Израиля, то в какой-то момент я услышал внутри голос такой, иди себе, как сказал Всевышний Абрам Абин, иди, иди себе, иди из этой земли, из этой страны, из этой семьи в землю, которую я ухожу. И это начало меня просто мучать, и я не мог успокоиться, пока не ушел. Внутренний голос такой. Потом, когда началось учиться уже в Ишибе, то оказывается, что из пророчества, вот из наших пророков, где говорится в Талмуде, что в будущем, говорит пророк, что в будущем сыны Израиля должны пойти к нашим праотцам, которые их направят на путь. Наши праотцы уже умерли, они находятся в Хевроне. Имеется в виду, что наши праотцы, они и наши праотцы, потому что в нас есть их духовные гены. И когда мы возвращаемся на землю Израиля, чтобы понять, кто мы есть на самом деле, ведь в 2000 лет мы были в изгнании, мы жили в других странах, народах, культурах, говорили на других языках, учились их мудростям, мы уже забыли, кто мы есть на самом деле. Так говорит Всевышний через пророка, идите к праотцам, они напомнят нам, кто мы есть на самом деле, кто вы есть на самом деле. То есть когда мы изучаем про наших праотцов, Авраам, Исааки, Яков, вообще все, что написано в Торе, мы вспоминаем потихоньку, кто мы есть на самом деле. Ведь если они праотцы, то мы их прадедили, да, у нас есть их духовные гены. Та же душа народа Израиля, которая была в них, она проходит через нас. Я помню, когда я пришел в Бахон Мейер, то одна из первых книг, которую я прочитал, это как раз была книга Рава Меделевича «Операция свадьба». И сказано про нашего праотца Авраама, что он был еврей, он был, еврей от слова, перешедший, с другой стороны. Весь мир с одной стороны, он с другой стороны. Весь мир служит и дал поклонству, Авраама Вину идет под путем Всевышнего и воюет. Да, мы в Торе, может быть, не всегда замечаем эту вещь, но он воевал. Воевал духовно, воевал физически, воевал культурно, протестовал. Я помню, когда я прочитал книгу Рава Меделевича «Операция свадьба», то добавился мне еще один такой желание не просто быть евреем, вставать, молиться и так далее, хотя это очень важно, а искать, как можно жить в самопожертвовании. Может быть, это твоя личная молитва, но вы имя народа Израиля. А может быть, ты можешь повлиять на соседа, на свой район, еще на что-то. Так и дух Авраама Вину, да, он через Авраам Меделевича продолжил во мне говорить. Может, мы сейчас слушаем Авраам Меделевича лично, чтобы зарядиться этой энергией бесконечной, быть такими, как сказать, борцами за истину. Пока что. Спасибо, Яков Мейер. Ну, знаете, говорят, счастлива тот учитель, которого опередили его ученики. Вот я смотрю на раба Якова Мейера, помню, когда он пришел сюда, в Ишиву, сколько лет назад было, 10? 12 лет назад. Ну, нельзя сказать, чтобы он был, в нем ничего не было, было много чего. Ну, как это говорит, сказал Балшемтов, рабдов Берми Измезрича. Он говорит, это было, рабдов Берми Измезрича, это был целый кусатный род. Но, говорит, не было кому их зажечь. Нет, было уже, конечно, какая-то огонь. Вот, смотрите, значит, все это, как бы, я не знаю, здесь еще есть раба ним, безусловно, из наших выпускников, не все пришли, я смотрю. Но это, как бы, свидетельство того, что работает, что это наша система работает, получается, такие превосходные ученики и продолжение, безусловно, в детях и внуках. Ну, я, как бы, меня раб Адлер, что-то я не вижу, он в пути. Не, не важно, не важно, сидите спокойно, придет. Да, тут надо. Пригласил, чтобы я сказал какие-то слова, как бы, на правах старейшего, старейшины. То есть, ничего особенного я сказать не могу, но скажу пару слов, как бы, по правилам, как приятно, что открывает кто-то с белой бородой. Я сказал рабу Аврааму написать тему моего выступления, это обязанность веры. Ну, как бы, это не бы, это нужно урок давать на эту тему, я не подготовился, это больше, как бы, спич такой, приветственное выступление всем выпускникам и всем вновь прибывшим. Но, все-таки, чтобы оправдать это название, я скажу пару слов. Ну, все мы знаем, что первая заповедь из 613 заповедей, которую вывела Рабима Шебен Наймон, сказано, обязан верить, знать, что есть высшая сила. И, естественно, выполнять то, что это высшая сила приказывает. Когда я это говорю людям новым, они говорят, что значит обязанность. Вот если я поверю, тогда обязанность. А вот это у нас написано так. Каждый обязан знать и верить. Вот как, например, человек поучился в университете и какие-то вещи элементарного не знает, то он говорит, ты же должен был знать. А он говорит, это у нас не было вопросов в экзамене, поэтому я не учился. У нас это не так, эти вопросы в экзамене стоят. Обязанность каждого еврея верить в кадошбуруху и выполнять его волю. Это, как бы, непреложное. Я говорил, ты с жильтянами некому, они удивляются. Да, каждый еврей, если он не еврей, он обязан верить и знать. Там, вы знаете, есть проблема с переводом с арабского языка. Так это, Рамбам написал так сложно, что это переводится и как верить, и как знать. Но это объяснимо. Всякое знание, конечно, превращается в убежденность. Убежденность – это уверенность. Слово «вера» проистекает от слова «уверенность». Мы знаем точно что-то так. Это вера. Это первое, что я вам хотел сказать. И второе, как мы знаем, откуда выводится эта заповедь. И откуда Рамбам взял, что это самая первая заповедь. Потому что так сказано в десяти заповедях. Первое, что сказал. И люди говорят, что это больше заявление какое-то декларативное. Я, Ашем, Илокеха, Кашоса. Причем здесь заповеди. Заповеди должно быть сказано. Делай так, не делай так. Есть много, слава Богу, много таких заповедей. А здесь ничего не сказано. Вот это самая главная идея, которая заключена здесь. В этой заповеди. Говорит Акадуш Буруху. Вы были со мной при исходе из Египта? Вы вышли из Египта? Знаете, как было в Египте? И поняли, что произошло что-то совершенно вне законов природы, истории и прочее. Это я сделал. Теперь вы понимаете, что та сила, которая управляет всеми законами природы, законами истории, человеческой жизни, это я. Это я есть высшая сила. Как говорится, естественно, мы знаем, мы были очевидцами, мы свидетелями. Мы говорим, да, конечно. Значит, теперь, естественно, из этого проистекает, что если вы есть, а есть, мы знаем, кто есть высшая сила, значит, надо идти за ней. Можно представить себе человек, который скажет, да, я знаю, но все-таки я это не принимаю. Ну, это дурак просто, извините за выражение. Человек говорит, что я видел, я свидетель и все, но мне это не нравится и не подходит. Ну, вот больной человек, лечиться надо. Нормальный любой человек, который понимает, что Рав Адлер, извините за сравнение, начальник этого отдела, и ты можешь с ним не соглашаться, и все, так и будешь за воротами. Надо подчиняться. Кроме того, что Рав Адлер, конечно, тоже несет тару, но Акадош Боруху, все, что нам говорит, он говорит на основании той самой силы, которая привела к разрушению Египта, исходу из Египта, получению тары, перехода через Засинайскую пустыню. Понятно, это высшая силы, чего не поделаешь. Это понятно, я думаю. Ну, можно еще больше говорить об этой теме, но это как бы главный принцип. Что вот высказывание Анухи Ашема Лукеха, я говорю, это декларативно, я такой-то и такой-то. Как это Рамбам, на самом деле, по следам мудрецов, понял из этого, что это не просто рассказ, а это указание. Видели? У вас выхода нет. Если вы нормальные люди, как говорят, адективно реагирующие на окружающие, вы должны понять, что это и есть та сила, и вы должны за ней следовать. Теперь я говорил, ну, с одним человеком здесь, нашим узким, ну, и здесь Махом Мире. Он говорит, вот я вам завидую, вот вы верующие, все, я знаю, что верить очень хорошо. Он говорит, ну, мне ангел во сне не являлся, вот, у меня ничего такого, чуда со мной не было, вот поэтому я не верующий. Что можно это сказать? Конечно, жалко человека. Но в этом смысле наш подход здесь в Махом Мире отличен от многих других, многих, многих других мест. Мы говорим, подождите, вы говорите, вы не знаете, было там дарование на горе Синайской, был исход из Египта, может быть, это люди придумали. Можно доказать, что это не так, но можно понять, человек, который жил через три с половиной тысячи лет, он говорит, иди знай. Да, было, не было. Так мы говорим, самое главное, там принцип, который сказал Рамбам, верьте в реальность, смотрите эту реальность, и это основа вашей веры. Это ведь он говорит, вы видели реальность исхода Египта, и поэтому будем читать скоро в разделе Азину, перед заключением чтения Тары, там сказано известное выражение, Бину Шнот Дор Вадор, да, это, скажем, Бину Литбонен, задумывайтесь, вникайте и задумывайтесь на том, что происходит Шнот Дор Вадор, Дор за каждым поколением происшествия. Говорил Раф Сьюда Кук, это заповедь изучения истории. В Таре написано, надо учить товарищей истории. Если вы не знаете историю, у вас есть проблема, это, а почему, собственно говоря, нужно учить историю, то, что мы хелонисты какие-то, что вдруг мы примешиваем святые вещи к истории, очень просто. В истории, особенно в истории народа Израиля, раскрывается руководящая рука, Кадош Буруху. Поэтому сама Тура носит исторический характер, скажет, что было, что мы видели, что вышли из Египта, направили к горе Синайска, и все. Но мы из этого видим, что да, действительно, как мы говорим, Ашгаха, Божие провидение, есть сильная Божия рука, которая не только вывела нас Египта, вела нас Египта, постоянно ведет нами. Поэтому, если человек не верит, мы должны просто заглянуть в учебник еврейской истории. И увидим, действительно, что эта руководящая рука, она по-прежнему работает и действует. Так должно быть. Потому что Ашгаха не одновременно и единовременно, она действующая постоянно. И как есть известная книга Ховата Левовод, написанная в Средневековье, и там очень мудрый человек доказывает, у него, пожалуй, больше десяти доказательств, что есть Кадош Буруху. И каждое доказательство очень сильное, очень правильное доказательство. Ну, там, как бы, скажем, если мы смотрим на гармонию окружающую нас, понятно, что это не может быть случайно. Если бы, скажем, пойти по теории Дарвина, что каждый вид развивается сам по себе, и потом все идет в разнос. Каждый сам по себе развитый, но вместе они никак не коррелируют. Когда мы смотрим, как все гармонично, каждая часть творения, каждая часть природы, физика, химия, и все это вместе скомпоновано. Значит, есть здесь явная какая-то направляющая идея. Но я не буду вдаваться, это надо книгу читать, очень интересная книга Ховата Левовод, по-моему, даже перевели на русский язык. Это тоже показывает, что надо верить, потому что есть вещи, с которыми нельзя спорить. Учишь ли ты физику, или учишься химику, или математику, ты видишь, что здесь какая-то сила, которая это все организовала, и поэтому, когда есть, я говорю, есть хороэдимные школы, в которых учат физику, называется Митсвот Ашем. У Амар Баи, когда уже был сказал какой-то самой камню, ты лежи, не двигайся. И он лучше нас выполняет по-настоящему заповеди Ашема, лежит и не двигается. А если он сказал, мне надоело, я хочу взлететь, да, представьте, в каком мире мы бы жили. Но, слава Богу, вся неживая природа в этом случае, лучше нас, хороэдимные, все они так полностью выполняют боль Ашема. Поэтому это можно доказать. И читайте эту книгу, очень важно для укрепления. Но, я скажу так, по-моему, как бы, до общего развития Ховата Левовод, это важная книга. И другие книги тоже, которые показывают, что есть Ашем, что он руководит этим миром. Но нам повезло, и в наши последние сто лет, скажем, нам даже не надо читать Ховата Левовод. Мы видим своими глазами чудеса, которые происходят с еврейским народом, естественно, со всем миром, прямо у нас на глазах. Откройте газету, читайте в газете написано. По телевизму показывают все эти чудеса Ашема. Поэтому, и написано у нас в книге Несавим, вот будем читать следующие пороша у нас после того, Несавим. И там прямо расписано по порядку, первая, вторая, третья ступень. Вот мы будем этим заниматься, успеем, я не знаю, это у нас у меня раши в Йом-Хамищи, не знаю, там будет учебу, нет. Просто показано, какие ступени возвращения народа Израиля в Эрд-Исраиль. И смотришь, и сверяешься с историческими документами, точно так. Главное, что там сказано, что последнее, ну там, безусловно, не дай Бог, страдание, мучение, потом сказано, и ты вернешься, а до Ашема-Лукеха. До Ашема-Лукеха. Это значит, вернешься, но не внутрь, а будешь стоять со стороны. Это точно говорит о том, что, как многие евреи, как мы знаем, они совершенно отошли от всех законов, там, в Одессе, в Киеве и прочее, прочее. Но у них осталась одна единственная мысль, что надо вернуться от Ашема-Лукеха, надо вернуться в страну Израиля. И вот началось все это сионистское движение. Приехали сюда люди. И здесь постепенно начинается фазараби-чуба. Возвращение в Эртис-Раэль, это необходимая ступень возвращения к Ашема-Лукеха. Так написано в Парашадной Царине. Я вам докажу это, сейчас нет времени, так у меня, перед собой, нет книги, но прям так и произошло. Мы, правда, сетуем, сейчас по результатам выборов, ну, не добрали там необходимое количество голосов, но представьте себе, что когда все это начиналось, все это сионистское движение, а верующие были в загоне вообще. Есть один такой, Равва Нета Ганди, который был потом главным раввином военно-воздушных сил Израиля. Он приехал в Израиль в 20-е годы вместе с Юсефом Труппельдором. Знаете, вот такой Юсеф Труппельдор, еврейского народа. И он рассказывает в своих вспоминаниях, он говорит, они, значит, вы знаете, что после того, как произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, а Труппельдор вообще рассчитывал освободить Израиль за счет российских евреев. Поскольку в России в то время было 300 тысяч членов сионистского движения. И как только пала эта самая железная занавес, он не сразу упал, постепенно стал падать. Понятно, что надежда на то, что русские евреи, которые научились во время погромов отставить себя, научились обладеть оружием, служили в русской армии, как Труппельдором, была хорошая военная сила. Постепенно эта возможность закрывается, и все-таки он приехал в Крым, чтобы из Крыма все-таки, может быть, уловить какое-то количество добровольцев. Он собирался собрать 100 тысяч добровольцев из России, и тогда бы вообще у нас государство Израиль возникло бы в 18-19 году, но не получилось. И вот этот Рав Натагарди, Натан Натагарди, он пишет, он был верующим человеком. Так он в Крыму там вместе с солдатами Труппельдора, он накладывал филин. И значит, а холуцин пришли жаловаться Труппельдору. Он что-то делает такое, наверное, религиозно, накладывает какие-то коробочки, и все. Говорит, приведите его ко мне. Привилетов Рав Натагарди, он говорит, ты что там это самое делаешь, какие-то, я не знаю, какие-то религиоз, спириоталистические действия совершает. Он ему объяснил, что Труппельдор — это и так, и так. Труппельдор подумал, сказал, ладно, не мешайте. Это максимальный уровень терпимости к вере. А теперь что у нас? Пожалуйста, можете накладывать филин, если я... Бери, не хочу. Сколько филин есть, сколько у нас есть людей, которые сейчас... Суферстам пишет этот филин из России тоже. Я был бы недавно в Кишиневе, там, на сборе евреев. Сидит парень, знаете, последние слова, последние буквы Тары, и потом, значит, и отнесение Тары. То, как бы, тот, кто участвует, пишет хотя бы одну букву, так он, значит, как будто бы написал Тару, поскольку есть лицва, что каждый еврей должен написать софер Тара. И он, значит, вот сидит такой человек, очень серьезный, пишет, значит, он соферстам, я подхожу, заполняю букву. Ну, он говорит, ну, как там Абрам, как там Махон Мейер, наш ученик. И теперь уже, как бы, нет проблемы. Можно писать филин, можно носить сфература, а тогда это было. Поэтому надо все видеть в перспективе, это тоже чудо. Приехали люди, казалось бы, все против. Они сказали, мы построим Михаланинское государство. Но по воле Божьей получилось так, что у нас здесь, смотрите, сколько ешев, сколько ребят учит Тару, сколько людей верующих, женщин верующих. Это разве не чудо? Это чудо возвращения. Написано в Таре, и так оно происходит. И поэтому я хочу вам сказать о некоторых этапах этого чуда. Почему я сейчас расскажу это? Потому что я сказал, а когда же вдруг он говорит, видели чудо, которое произошло с вами? Вы поняли? Все, вы поступаете под мою команду. Сейчас он нам говорит то же самое, ничего не изменилось. Он говорит, вспомните, что было, как раз это было в Кишиневе, вспомнили первый Кишиневский погром, когда это был в 1303 году. Страшные дела там границы. Все, мы думали, как говорится, ашванцер голос, черный голод, все пропало, ничего, все пропало. И смотрите, буквально эти же самые ребята, которые с оружием отбивали погромщиков, они приехали в Израиль, создали Агану. Агану, это была подпольная вооруженная организация, потом из этого вооруженная организация. Вот смотрите, значит, постепенно начинает расти еврейский ешуф. Я говорил это на уроке последнем в Махон-Мире, в Йом-Хамищи. Есть такая известная история, что в Лондонском Таймс, по-моему, 25 октября 1917 года, есть две статьи опубликованы на первой странице. Первое, большевистский переворот в Петербурге. Сообщает наш корреспондент, пишет, что в Петербурге произошел большевистский переворот. И рядом с ним второе сообщение. Лорд Бальфур от имени английской королевы признал право евреев на заселение страны из-за создания национального дома. Смотри, рядом две истории. Я не буду сейчас раскрывать этот смысл. Это как бы снова доказательство провидения. Вот, пожалуйста, вы коммунисты, социалисты, верите, что можно построить, спасти еврейский народ, разбивать его и все, и прочее, прочее. Вот таким можно, пожалуйста. Я вам даю возможность. А вы сионисты думаете, что еврейский народ можно спасти только в стране Израиля? Пожалуйста, докажите. И доказали. Причем доказали, потому что так написано в Таре, как я сказал. А потом уже вернулись и к нему самому. Не до, а уже вошли вовнутрь. Вошли ешивы, бейкмедраши. И вот, я говорю, тот, кто не видит этого чуда, полного разрушения Европы, погромов, несчастий. И одновременно с этим начинается разношение народа Израиля. Теперь есть второе чудо. Вы можете назвать больше, наверное, чудес. Но это то, что я обращаю внимание. Нацизм. Страшная вещь. Я не собираюсь объяснять, почему произошла катастрофа этой спекуляции. Но можно сказать одно. Огромное несчастье. 6 миллионов наших братьев, сестер, детей. Ужасной смерти. Погли бы ужасной смерти. Но... Мы это сейчас не объясняем. Но я говорю следующее. Смотрите. Это Амалек стал против нас. И мы его победили. Он-то погиб. Мы говорим печальную сторону этой истории. Но надо смотреть на все двумя глазами. Они хотели нас уничтожить. Амалек стал против нас. Погиб. Съел это самое пирожное. Сдох. И ему сооблили керосином. И все. Так, ну, так, наверное, было. Все это кончилось. Аврейский народ при всех огромных потерях. Вот они. Мы живем и существуем. Это же не чудо. Это так и должно быть. Мы победили Амалека. Я помню, я читал недавно воспоминания одного человека, который работал в Освенциме. Он дожил до 44-го года. Потом его убили. Он закапывал, писал эти воспоминания свои. Как бы фиксировал события, происходящие в Освенциме. Закапывал под землю. Потому что мы решили, что потом, когда все это кончится, чтобы были живые свидетельства французских преступлений. И он пишет. Там в 44-м году начали привозить чешских евреев. В 44-м году начинали все. Он говорит, что группа чешских евреев, красивые, молодые, их ведут уже в газовые камеры. Сразу с паровоза, с поезда. Одна женщина остановилась. Мы чешские евреи говорили на хорошем немецком языке. Остановилась перед группой эсэсовских офицеров, которые наблюдали. И она говорит, вы проиграли войну. Вы сами это знаете. Она говорит, что вы задумали уничтожить еврейский народ, он пишет. Да мы, говорит, находимся там, где вы вообще и мечтать не можете добраться. И вот человек этот пишет. Залман Городянский. Он пишет. Немцы из нацистского поселения. Они знали, что она права. Вот эта женщина, которая идет в газовую камеру, она им говорит правду. Вы проиграли войну. Вы что, с ума сошли, думали нас уничтожить? Вы погибли. Она им сказала это. Они знали. И потом, говорит, эта группа женщин пошла в газовую камеру. И что они стали? Петь атыку. Какая сила. И они поняли, что это народ непобедим. Что они проиграли эту войну не только техническим пачкам. Они проиграли духовно. Потому что эти люди не боятся смерти. Даже в газовой камере, не знаю, что их ожидает. Они поют. Это чудо. Это Кадош Баруху показал перед нами величие зла, которое стало перед нами и величие нашей победы. Что мы их одолели, а они погибли. Правда, жалко, что американцы дали им план Маршала, который позволил им возродиться, развивать экономику. Ничего не надо давать. Должны были по-прежнему жить картофельными обедками. Ну, ладно. Но мы победили. Слушайте, разве этого недостаточно, чтобы поверить в Ашема? Такая сила стала против нас. И они все сдохли, сдали все в плен. И мы их победили. Ну, после этого нельзя это... Анухья Ашема Лукеха. Ашер Ацей Тихо. Ашер Ицал Тихо. Спас тебя из газовых камер. И потом уже, естественно, это, хотя, как бы, само-самое разумеется, величайшее чудо. Если, представим себе, было бы какое-то самое археологические раскопки через 10 тысяч лет, нашли бы вот газовые камеры, вот эти косточки, и все сказали бы, все ясно, еврейский народ уничтожен. Потом были бы раскопки, условно говоря, здесь, и сказали бога. Через 100 лет, значит, народ возродился и, значит, стал создавать свое государство. Не через 100 лет, через 3 года возникло государство Италии. Это разве не чудо? Да только от одного этого надо стрепенуться и начать всем ходить синагогу, молиться каждый день. Кадош Буруху прямо перед нашими глазами демонстрирует ее величие. Те чудеса, которые он совершает, совершенно нелогичны. Я говорю, уничтожен еврейский народ, 6 миллионов уничтожено, все, надо плакать, надо страдать, и все. Через 3 года создается государство. Это не чудо? Да это чудо не меньше, чем исход из Египта. Правда, у исхода из Египта есть основополагающее положение. Там было создание народа. Но, тем не менее, в силу необычайности, это, безусловно, равновеликое исход из Египта. И потом дальше, смотрите, сколько войн на нас здесь обрушилось. И все они, какие армии против нас шли, нужно смотреть, сколько у них у арабов, потом советские советники. Здесь было 50 тысяч так называемых советников. Самые лучшие советские самолеты и пилоты, которые думали раздавить одним пальцем. И все эти самолеты их сбивали. Это, ребята, надо быть реальными людьми. Мы должны быть реалистами. Надо верить в Бога. Надо верить в Бога в его проведение. И последнее я вам скажу о том чудо, которое произошло с нами. Я недавно встречался с одним выпускником Лондонской школы экономики и истории. Там есть такое очень важное учебное заведение. Он говорит, посмотри во всех исследованиях, которые мы делали до 89-го года. Там было все, чего угодно. Только не было того, что Советский Союз развалится. Развалился так, как карточный домик. Причем ведь это не просто так. Понятно? Это само по себе чудо. Какое это имеет отношение к еврейскому народу? Это очень простое. Сейчас все признают, что основной причиной развала Советского Союза это была всемирная борьба за право евреев жить в стране Израиля. Представьте себе, какая великая идея. Евреи боролись жить в стране Израиля, Советский Союз этому не вышел. Это можно показать буквально на пальцах, как это происходит. Представьте себе, вообще для Советского Союза идея выезда, свободная иммиграция была невыносима. Почему? Потому что они понимали, как был такой анекдот в мое время. Пришел Брежнев к Косыгину и говорит, представь себе он говорит, что от нас требует, чтобы мы открыли свободу выезда. Он говорит, если так будет, то никто, кроме меня и тебя, и там в Израиле, в Советском Союзе не останется. А Косыгин говорит ему, ты говори только за себя. Понятно, что в тот момент, когда люди стали ехать, сперва 10 тысяч, 20, 30, 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч, стали посылать письма, открытки и все. Вдруг ты открываешь другой мир. Ведь мы жили до этого момента в сером мире. Я помню, когда нам в 65-м году, извините за выражение, прислали в Ригу, нашей семье, посылку из Англии. Был такой еврей в Англии, я потом его встретил, который спас себя от катастрофы. И он дал себе зарок, все, что у него есть, посылать евреям в Советском Союзе помогать. Мы открыли это, мы смотрим, какая шубка, какие ботиночки, как дикие люди, которые были здесь в пещеры. Оказывается, можно так жить. Знаете, мы, конечно, не только на этом уровне, мы патриоты, мессионисты, но любой человек, когда видит, что на самом деле Советы пытались отрезать и сказать, это вот самый лучший идеальный мир, коммунизм это рай человечества, и вдруг люди открывают, что это все ложь. И уже не хотят больше жить, поэтому жить. Десять, двадцать, тридцать тысяч человек, пока уже никто не хотел. Знаете, когда в какой-то момент мальчик смелый говорит, король голый, а потом все понимают, что король голый, да? Так, говорят, что потом появилось открыто. И так это все, вот почему она рухнула. Потому что вдруг мы внесли, мы евреи, еврейский народ, внесли элемент свободы. Потому что Советы поняли так, держать нас они не могут. И это как бы им было удобно вроде бы сказать, ну хорошо, евреям можно разрешить, хотя как бы, а это национализм, разрешать им ехать в Израиль. Ну, как бы другие народы не будут претендовать, почему понятно, ну вот евреи едут на свою национальную родину. Поэтому они как бы с грехом пополам не согласились. Знаете, после того, как нас судили в конце 70-го года, Алья началась уже в 71-м году. В 71-м году выехали первые, ну так, грубо говоря, 15 тысяч евреев. Значит, Советы сломались уже только от этого. А на следующий год 30 тысяч евреев. А через год 35 тысяч. И пошел, поехал. Кстати себе, как они против воли, они не могли уступить. Чей самое против воли, а чьей воли, какая воля им противостояла. Воля Кадошбаруху. Кадошбаруху сказал, все, хватит. Давайте российские евреи тоже должны возвращаться к себе на родину. И вот когда мы поехали, пошли, огромными массами, и все люди заговорили, евреи едут. Вы знаете, до этого нас били, и говорили уже «Довская морда», а потом стали завидовать. Вот он может уехать в Израиль, а не прошел по правильной графине, и мы с нами завидовали, что так оно должно быть. Таким образом, это тоже величайшее чудо. Выезд наш, когда мы говорим, скажем, о создании государства Израиль, это было в 48-м году, очень давно, победа во шестидневной войне, в войне судного дня, и до всего, это все. Но это произошло с нами. Мы стали свободными людьми. Представьте себе, если бы этого не было, мы все были бы уже давно, трижда семиллиона, даже те, которые приехали от бабушки еврейки, от дедушки еврейки, все-таки есть возможность регенерировать. А так мы вообще бы пропали бы с концами, вообще нет. Чудо с нами произошло, дорогие товарищи. С нами, российскими евреями, произошло чудо. И мы знаем, когда есть чудо, это не фокус-фокус. Это проявление какой-то огромной силы, которая идет против всех законов в истории. Я говорю, тогда, когда Советы решили, собрался Политбюро в 71-м году, и они сказали, мы неправильно оценили, есть записи этого заседания, мы неправильно оценили состояние евреев Советского Союза. Мы думали, что еврейский вопрос в Советском Союзе решен. Вдруг оказывается, здесь есть сотни тысяч националистов. Мы не победили ничего. Надо быть реалистами. Иначе мы будем упираться. Мы тоже были реалистами. Наверху сидели умные люди. И сказали, мы не можем идти против течения. Надо как бы, надо что-то с этим делать решать. Приняли решение начать будущее. До этого момента Советский Союз был супердержавой. Правильно? Даже сейчас там Владимир Владимирович пытается иногда показать мышцу, но это не особенного. А тогда это был действительно супердержава. И вот эта супердержава, которая говорит, чего еврейцы хотят уехать, да мы их сейчас, мы их как бы посадим, заломаем и все. И вдруг оказалось, что против их супердержавы есть еще гораздо более супердержава. Что это за супердержава? Народы Израиля, руководимые Богом Израиля. Это мы супердержава. Это мы поломали им эту самую советскую брехню. Вся она развалилась. И заодно дали и другим народам возможность, ну конечно это не настоящая демократия, но жизнь. То, что называется Оли Гуим, говорит Ишайя Оанави. Когда евреи стараются и заботятся о себе, а не о других народах, они приносят всем народам всего мира. И так и произошло. Мы уехали, умные уехали, некоторые еще остаются, надо их всех выкопать. А заодно вся эта самая система деспотизма развалилась. И уж теперь зависит от всех этих народов, как они с этой свободой, которую мы им подарили, справятся. Ну что я хочу, на чем я хочу закончить. Смотрите, на наших глазах, на нас конкретно происходит это чудо. Так тот, кто не верит, он вообще дурак, он неразумный человек, с ним произошло чудо, он говорит, нет, я не знаю, не верю, есть ли Бог. Вот умер, перед своими головами это происходит. Поэтому я думаю так, поскольку мы верим, мы реалисты, мы евреи, наша вера, вера реальная, как я сказал, мы верим в прогресс. Мы верим, что мир развивается по воле Ашему, он не стоит на одном месте. Постоянно есть развитие в правильном направлении. Поэтому это нас обязывает. Это обязывает нас верить и разъяснять и всем другим людям, всем другим евреям, здесь со нашим братьям в серединку на половинку и в России и во всем мире сказать, товарищи дорогие, чудо, Бог есть, Бог есть, смотрите, Бог есть, доказывайте, показывайте им фактически. Это наша обязанность, потому что когда мы говорим вера, еврейская вера, она не пассивная вера. Это вера активная. Почему нам надо исполнять хмитсвот? Одна из самых главных хмитсвот, это чува, возвращение к Ашему и возвращение к другим. Поэтому вы все, отменяйте, если вы до этого не думали обо всем, что я вам сказал, узнали, как бы, но не составили такой общий план, теперь вы понимаете, что вы прямо отсюда выходите и хватаете каждого еврея на улице, хватаете, запугиваются, мы сейчас я тебе докажу, что есть Бог. То есть надо активно работать. Мы не можем сидеть спокойно. Мы должны воевать и выполнять волю Ашема. Да, потому что чем больше еврея вернется, как вы знаете, ну там уже это расчеты с приходом освободителя, надо реализовать максимальное количество еврейских душ, чтобы пришел вместо Вениамена Натанияу, настоящий руководитель еврейского народа. Почему? Что плохо у Натанияу? Он умный и все хорошо. Но говорится об Илхоте Мащиах, у Рамбама говорит, что настоящий Мелах, он должен направлять народ на пути там. Это же решение всех наших политических вопросов. И потом он говорит, если еще послушают его, то есть это должен быть большой Талмит Хахам, активный, деятельный, которого люди принимают, харизматическая личность, и они идут за нем. И это наша обязанность, как мы говорим, расстилать сковер перед Мелаха Мащиахом. Для того, чтобы пришел такой руководитель народа Израиля, мы должны день и ночь, но не зная о покое, все время работать над тем, чтобы объяснять евреям, спасать евреев, потому что митсват эмуна, это митсва активное и действующее. И ради этого я пришел к вам. Вот мы здесь, в Махон-Мире, к сожалению, у нас в последнее время спад посещаемости, люди мало приезжают, мало приходят. Это как бы можем винить советскую власть или израильские холодницы, это наша проблема. Мы должны сидеть и думать, как, это наша обязанность, наша митсва, спасать и приводить сюда, чтобы в следующий раз, когда мы сделаем сбор наших выпускников, чтобы вообще там люди стояли бы на пороге, не было бы места. Пока что у нас недоделка, мы просим прощения, когда уже буруху недоработали, постараемся делать лучше. Шана тува, ктива вахатима тува. На этом мы закончили наши два урока сегодняшнего шаббата, еще с дороги, кто в Арат едет. Я понимаю, что еще продолжение есть какой-то этой деятельности. Большая просьба, чтобы сегодня у нас было уже снова наше начало этого центра, как и для русскоязычных в Израиле, то чтобы каждый здесь заполнил эту таблицу, мы будем оповещать о ближайшем еще празднике, будет Ханука, и так далее, что еще будут какие-то встречи, может, какие-то еще мероприятия, чтобы мы были на связи, будет, наверное, какая-то, может, создана общественная сеть и группа, где можно будет быть на связи. Нашим гостям, кто не приехал из-за Рады в других мест, кто не учился в Махон-Мейре, знаете, что есть и сайт Махон-Мейра, можно русско написать, есть в Фейсбуке, в Ютьюбе, есть много уроков, можно смотреть. И здесь каждый день, утро, день и вечер есть учеба, есть уроки, есть учеба в парах, для женщин есть и Махон-Ура, можно там тоже принимать участие в уроках и так далее. Поэтому будем на связи, пожалуйста, заполните все эту табличку с данными. Шаббат шалом, шанат ува. И сейчас, то, что говорит Давид, что для всех желающих, кто хочет, едем сейчас, будет поездка в дом Равкука, здесь в центре города, в Иерусалиме, едем на трамвае, тут 2-3 остановки нужно подъехать, там будет тоже экскурсия, у кого есть время, желание, можно присоединиться. А сколько выезжаем? Еще 5 минут. Минут через 5 выезжаем. Спасибо всем. Шаббат шалом, шанат ува. Заполните, пожалуйста, свои данные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!